приветствую вас дорогие друзья с вами павел и вы находитесь на канале ппк сегодня у меня на обзоре довольно интересный переходник он же speed booster от фирмы мейки соответственно как понятно из названия этот переходник он же speed booster позволяет одевать оптику canon на камеры беззеркальный nikon что касается комплекта поставки то здесь мейки нас не подвела у нас как обычно довольно простенькая аскетичная маленькая коробочка то есть все сделано в угоду того чтобы уменьшить конечную цену для потребителей соответственно в целом снизить цену на сам товар комплект поставки включал две крышечки гарантийный талон и инструкцию на китайском и английском языке в общем в этом плане все как обычно этот переходник выпускается также для рф камер и камер sony и соответственно можно как вы поняли использовать оптику canon полнокадровую только полнокадровую то есть этот переходник в отличие от прошлого переходника обзор на который уже был на канале позволяет использовать только полнокадровую оптику canon так как кроповая сюда просто физически не подходит из-за торчащего сзади элемента который просто тупо упирается вот в эту часть в то время как прошлый переходник мог использовать и полнокадровые и кропнутые стекла canon но он не имел встроенной фокусирующей линзы для тех кто не в курсе вкратце расскажу что такое спидбустер и что дает вообще эта штука то есть задумка у нас изначально такая мы берем полнокадровые стекла стороннего производителя полнокадровые за счет того что у них площадь линз больше и соответственно они рассчитаны на более большую матрицу добавляем между камерой и объективом вот этот спидбустер и за счет своей фокусирующей линзы он собирает дополнительный свет и фокусирует его на более мелкую матрицу то есть стекло полнокадровая а фокусируется у нас на окропнутую матрицу за счет чего мы получаем выгоду в виде одной стопы светосилы а также мы в каком-то смысле нивелируем фокусное расстояние в плане кроп матрицы то есть фокусное расстояние у нас умножается на 0,71 соответственно если мы берем например полнокадровый 28 105 умножим на 0,71 то на широком угле у нас получится не 28 а 19,9 миллиметров но опять-таки это 19,9 физических миллиметров и их нужно еще умножить на crop factor то есть на полтора соответственно грубо говоря 20 миллиметров умножаем на полтора получается 30 и того если сравнить с полным кадром то у нас было изначально здесь 28 но со speed booster по углу поля зрения на камере z50 у нас станет 30 миллиметров то есть чуть чуть уже то есть фактически мы можем использовать все полнокадровые стекла без пересчета на crop factor а просто одевать и сразу понимать что у нас есть объектив с фокусным 28 105 на кропнутой матрице при этом светосила как я сказал еще на один стоп увеличивается причем речь идет именно о светосиле то есть у нас в прямом смысле в экзив записывается в данном случае у нас 35 45 объектив если же мы одеваем этот объектив на эту камеру то у нас становится 2 и 5 3 и 2 и так сравниваем слева у нас canon полтинник 1 и 8 со спидбустером а справа у нас вилтрек соответственно без каких-либо переходников спидбустеров и тому подобное диафрагма 1 и 3 и со 100 параметры везде одинаковые по экспопаре смотрим на гистограмму на 1 и 3 видим что светлее чем она на 1 и 4 хотя полтинник изначально 1 и 8 1 и 4 1 и 4 опять смотрим на гистограмму здесь уже наоборот видим что вилтрекс чуть-чуть светлее но здесь уже надо брать в расчет света пропускания линз змейки то есть само собой поскольку мы добавили дополнительный оптический элемент у нас чуть-чуть должно быть какое-то затемнение соответственно здесь примерно на одну четвертую одну пятую стопы и есть затемнение поэтому 1 и 4 между двумя объективами выглядят по-разному но тем не менее по экспопаре по освещению одинаково баланс белого я поставил вручную то есть не смотрите на эти цифры и здесь мы видим что вилтрекс холоднит при таких настройках а мейки чуть желтит но в автоматике обе картинки были белые то есть это исключительно чтобы посмотреть какую дает картинку этот переходник правда опять таки возможно еще и сам canon что-то вносит какие-то правки теперь смотрим два снимка на 18 опять таки экспопара мы видим одинаковая и смотрим на гистограмму видим что справа у нас буквально на миллиметр гистограмма правее значит чуть чуть светлее то есть условно здесь у нас светосила 1.8 а свето пропускание примерно 1.9 а здесь у нас светосила f1.8 а пропускание f2 то есть разница не критичная можно списать на погрешность и в целом можно сказать что качество стекол в этом плане у мейки довольно высокая по крайне мере по свето пропусканию теперь давайте посмотрим влияние на резкость этого спидбустера соответственно там где написано 50 миллиметров f1 и 3g понятное дело что это со спидбустером и из правой части у нас тоже с переходником мейки но который без спидбустера соответственно благодаря этому я и смог именно посмотреть на влияние резкости так как другими способами без спидбустера мне не подключить canon книг он соответственно я прикрыл на один стоп слева и справа соответственно для спидбустера это у нас 18 и для без спидбустера один стоп это f2 и 5 баланс белого я выставил вручную уже в настройках здесь в этой программе и поставил 4900 кельвин и первое что мы видим что у нас картинка со спидбустером немножко желтея чем без спидбустера то есть здесь уже не спишешь желтизну на сам объектив canon давайте посмотрим центр кадра и вот тут я не вижу разницу в резкости какой-то различимой разницы то есть вот эта часть левая и тут мутная и на 18 без спидбустера тоже мутная самый угол у нас если уберем вот эту часть то даже как будто бы со спидбустером чуть-чуть он подчетче но по моему это все можно списать на погрешность то есть если он и оказывает какое-то влияние в плане резкости то крайне низкая что касается цвета то он делает картинку чуть желте и немножечко крадет света пропускания примерно одну десятую или две десятых стопы но за счет это за счет своего стекла он в целом дает один стоп получается что он где-то дает чистыми прирост один стоп светосилы то есть именно по параметрам и со мы можем условно снимать не на 1000 иса она 200 со спидбустером чем если бы мы использовали этот же объектив без спидбустера ровки эти я прикреплю в описании так что покрутите сами посмотрите что же касается качество изготовления самого переходника то он как я люблю говорить ощущается как подбитый кирпичик то есть никакого люфта тряски элементов каких-то скрипов как не давлю на него никаких щелчков ничего не слышно подобно на все тоже я бы сказал что идеально то есть защелкнулась все люфта хода нет также при посадке на камеру довольно туго в приятном смысле заходит и опять люфта нет у классического ftz оригинального на nikon реально люфт намного больше и там объектив прям немножко ходит на пару градусов лево-вправо здесь он сидит как влитой но самое интересное конечно же не это самое интересное что у нас по фокусу здесь к сожалению у меня нет стм моторов у меня один usm и 2 вообще старенький древний полтинник который 50 182 то есть это прям совсем два убогих объектива в плане автофокусировки и прежде чем протестировать этот переходник я на всякий случай по посмотрел как ведет себя он на камере 1000 d понятно что это не самый лучший претендент для качества фокусировки но вчера я снимал квиз на это этот сетапчик соответственно полтинник и на 1000 d и он себя показал в этом плане очень плохо если даже брать по кадру фокусировку то он не так часто ерзает но очень часто промахивался то есть камера мне говорила что я попала но по факту я вчера и 120 фотографий оставил фокусе только 25 то есть примерно 20 процентов попадания это крайне мало при этом световые условия как я считал там довольно щадящий то есть даже для этой камеры f2 800 и 1 200 вот такая экспо пара была при таких снимках соответственно при использовании этого объектива на переходнике даже в покадровой фокусировки он часто именно ерзает то есть рыскает возможно надо ставить меньшую скорость фокуса с этими настройками я не пытался играться и именно по ощущению этот объектив через переходник работает хуже чем на родной камере то есть он чаще ерзает вот эти вот движения нервные но по факту по скорой по частоте попадания у нас она наблюдается обратный процент аж то есть у нас примерно 80 процентов попадания и 20 есть промахов да если брать те же нативные стекла nikon опять в тех же условиях то есть я снимал quiz и это хорошо что у меня есть возможность постоянно в одних и тех же условиях тестировать все свои стекла так вот там такого не позволительно то есть те же родные стекла они без проблем попадали и там если был какой-то брак то настолько минимально его больше можно списать на погрешность а не на какой-то частое повторяющиеся явления 80 процентов это конечно намного лучше показатель чем на древний 1000 д но опять таки не идеальный хотя опять таки я снял квиз на этот объектив и даже групповые портреты делал на вот это стекло и в этом плане с процентом брака было все нормально то есть я как обычно на групповых фоток делал всегда три снимка в портретных тоже делаю всегда несколько дублей мало ли человек моргнет зевнет и тому подобное и в целом получилось примерно то же самое на выходе что и с нативными стеклами без переходников но опять-таки у меня нет возможности взять стм-овское стекло и проверить как будет работать она на видео он тоже больше ерзает и если например вы снимаете влог по крайней мере с вот такими дешевыми стеклами то наверное я бы не стал на него надеяться полностью на сто процентов до видео примере он вроде бы как находит лицо находит глаз и даже перефокусируется но я бы сказал что не идеально это все происходит вас что-то допилят скорее всего софтом так как переходник только вышел и у него есть юсб тайп си разъем для обновления прошивки несмотря на то что по задумке и вообще по своему сценарию спидбустеры рассчитаны именно на то чтобы стекла с полного кадра сфокусировать на кроп матрицу то есть концентрировать весь этот световой поток на полном кадре этот переходник тоже работает и причем что удивительно даже не в dx режиме то есть у нас получается полтинник перемножается на 071 и у нас получается что-то около 35 миллиметров что довольно интересно при этом светосила у нас как я сказал 13 то есть если брать вот этот объектив то здесь на широком угле на дальнем конце есть видимая виньетка физическая именно они обычное затемнение то есть мы прям видим границы объектива и если подрезать то можно наверное выгадать несколько дополнительных миллиметров фокусного расстояния в плане ширины обзора здесь же полтинник спроектирован видимо так что он покрывает на удивление больше чем даже полный кадр так как с этим спидбустером в полном кадре даже на открытой дырке у нас вообще отсутствует какая-либо виньетка тут не знаю кто больше виноват полтинник или этот переходник но на полном кадре по краям кадра под некоторыми углами видны кое-какие артефакты в dx режиме этих засветок практически не видно так как они полностью отсекаются автофокусировка на z5 хуже чем на z50 и этот переходник поэтому более часто ерзает и ему тяжелее фокусироваться также как и на прошлом переходники здесь есть дополнительное кольцо управления диафрагмой то есть она именно включаемая то есть если мы нажмем на эту кнопку у нас загорается зеленый индикатор и с помощью этого колеса мы теперь можем открывать и закрывать диафрагму при этом колесо привычное передняя у нас отключается то есть мы его нажимаем ничего не происходит и как только мы выключаем эту функцию у нас опять работает наше переднее колесо тесты и примеры с использованием этого переходника будет как всегда по ссылочкам в описании ну а вам спасибо за просмотр здоровья вам и вашим близким всем удачи и пока